Почти три месяца наших исследований Священного Писания подходят к своему завершению. Все это время мы говорим о том, как же мы можем правильно управлять теми ресурсами, которые Бог сегодня вверяет в наши руки. Сегодня же речь пойдет о том, как этот вопрос должен решаться, когда наступают сложные времена нашей жизни. Добро пожаловать на нашу программу по исследованию Священного Писания, и мы рады начинать. Отче наш, Господь и Бог наш, благодарим за эту возможность вновь прикоснуться к Твоему Священному Писанию, Господи, и просим Духом Святым, коснись каждого сердца, даруй нам мудрости, Господи, в рассуждениях, и также благослови наших зрителей, Господь, чтобы мы глубже поняли Твою истину, и были ближе к Тебе, и служили всем сердцем, всей душей. И за все мы, Господи, славим Тебя, как единого Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь. Итак, дорогие друзья, сегодня хочу начать наше с вами исследование из книги Псалмов, 49 глава, 14-15 стихи. И тут написано, «Принеси в жертву Богу хвалу, и воздай Всевышнему обеты Твои, и призови меня в день скорби, и я избавлю Тебя, и Ты прославишь меня». Речь как бы идет о том, что когда ты находишься в трудных обстоятельствах жизненных, то приходи к Богу с молитвой, с обетами, и Господь говорит, я услышу Тебя. И вот вопрос, который меня интересует, что это такое обеты? Такое слово сегодня вообще не используется, наверное, в нашем лексиконе обыденном, но оно имеет какое-то значение. Ну, это, скорее всего, идет речь об обещаниях. Бог говорит, что во всем контексте этого псалма, что Он верен своим обещаниям, и Он говорит, и ты, пожалуйста, давай исполняй свои обещания, и знаешь, что когда ты будешь следовать своим обещаниям, даже если будет день скорби, ты призывай меня, я спасу тебя, потому что я верен своему слову. А я, знаете, что слышал, вот когда бывают такие сложные моменты, и люди вот находятся в отчаянии каком-то, они начинают обещать, Господи, я вот там и то сделаю, и это сделаю, вот покаюсь, грешить больше не буду, или продам корову, деньги отдам в церковь. Ну, то есть я слышал о вот таких обещаниях или обетах, которые люди перед Богом говорят, не об этом ли идет речь? Ну, нет, конечно, к сожалению, очень часто люди в критической ситуации не совсем дают отчет тому, что они говорят, и даже и в Библии мы видим, когда люди давали обещания, которые полностью противоречили Божьей воле, Божьему видению. Поэтому здесь, скорее всего, говорится об обетах, которые ты понимаешь, что ты будешь стремиться к ним, исполнить. Обеты – это обещания, которые ты Богу даешь сознательно, не в критический, конечно, и в критический, но ты должен их обдумывать, когда мирное, спокойное время, чтобы ты Господу мог дать обещания и исполнить их. Потому что самое хуже, что есть вообще в Священном Писании, мы видим, это когда ты обещаешь Богу, и ты не исполняешь то, что ты обещал. Да, своего рода, мне кажется, даже это как условие, потому что ты славишь Богу условие, если ты меня спасешь или ты меня избавишь, то я тогда и, получается, следует следующее. Но мне кажется, вот ключевой компонент вот этого библейского обета, где есть поорганичное стремление к Богу. Не такое, что если беда сразу к Богу, а вот на самом деле практика жизни доказывает, что человек постоянно стремится к ним. В этом контексте воздает человек обет определенный, что Господь, если ты меня спасешь или проведешь, то я... И мы в Библии видим много таких историй, где как бы было такое, что Господь, если ты меня доведешь, то я тебе буду отдавать десятую часть, например, и все такое. Ну, смотрите, я вижу, что в этом тексте, который мы прочитали, в принципе, Бог к этому призывает. Ну, или давайте, скажем так, через псалмиста Бог обращается к нам, принесите Богу обеты ваши. А зачем Богу нужны эти обеты? Ну, то есть, он и так нас любит. То есть, знаете, я с чем это сравниваю? Вот есть ребенок, есть отец, и для того, чтобы отец услышал сына или что-то сделал для него, вот сын должен дать папе обещание. Пап, ну, если ты мне поможешь, буду учиться на отлично. Что, если он это не пообещает, папа не поможет? Ну, то есть... Ну, это более, возьмем, более практично, я думаю, в этой ситуации. Ну, допустим, с твоим сыном что-то случилось финансово, да? Допустим, твой сын просто там, ну, прогорел, хотел какое-то дело сделать. Конечно, он приходит к тебе, да, за помощью. Ты готов ему помочь, но ты хочешь услышать от него, где он сделал ошибки. Осознание какое-то. Осознание полное и обещание, что он, допустим, то же самое опять не сделает. Понимаете? Это, конечно, очень так сильно, ну, приземленно, но это нам помогает понять, когда мы общаемся с нашим Небесным Отцом. Ведь наш Небесный, очень часто, скажем, не всегда, но очень часто, мы попадаем в трудные ситуации из-за нашего выбора. Из-за того неправильного выбора, который мы делаем, или по ошибке, или сознательно. И оказывается в той ситуации, конечно же, Господь хочет, чтобы мы осознали, поняли, почему мы там оказались, и дали обещание Богу, что в будущем мы не планируем это делать. Будем осторожнее. Но когда мы смотрим весь этот Псалом, он же говорит о том, что Бог призывает к тем, кто верным Его завету, то есть верным Его обещанию, договору. Затем Он говорит о том, что идет суд, там Бог приступает как судья. И поэтому Бог говорит, послушайте, друзья мои, я прошу вас, принесите Богу жертвы благодарности от всего сердца. То есть все мое, все эти жертвы, все дикие животные, они мои. Но мне нужно ваше сердце. И исполните те обещания, что вы давали мне. То есть мы когда говорим аналогия с отцом, с земным все равно, это не до конца определяет отношения. Понимаете, здесь идет контекст завета, контекст договора со всем народом. Бог говорит, слушайте, я верен, я хочу даже в день скорби, в день бедствия тебя спасти. Но ты вспомни, вспомни, что ты обещал. Это очень важно, друзья мои, когда мы что-то обещаем Богу, когда мы стремимся это исполнять, это не значит, что дай-задай. Это как наше уважение, как наше почтение, как наш отклик на то, что Бог делает для нас. Это очень важно, потому что так вот этим напоминанием Бог пытает как бы отрезвить тех, кто забыл, что обещали. А мы же помним, что обещали, да, каму у горы, когда Бог давал завет. Исполним, Господи, будем ходить за тобой, не будет других богов, никого не будет, только ты. И Бог говорит, вспомни. Когда вспоминаешь сам то, что ты обещал, тебе, может быть, стыдно, ты переосмышляешь, что ты думаешь, да, действительно, ну как же, я пообещал, а не исполнил. Бог к этому призывает. Хорошо, хочу подвести итог вот нашим размышлениям над этой первой частью нашего исследования сегодня. Но параллель сделаю на наше время, да. Но вот наступает момент, когда человек решает заключить завет с Господом. Он понял, читая Священное Писание, осознал, что он хочет вступить вот в эти отношения. Христос сказал, идите научите, а потом крестите. Значит, этот человек понимает, на основании чего он сейчас заключает этот завет, потому что он был научен. И теперь, когда он сделал этот шаг, идет с Богом, в его жизни наступают какие-то сложные моменты или переживания, ему не обязательно сейчас говорить, ну Господи, ну вот если ты сейчас меня услышишь, я еще вот и вот еще что-то сделаю. Нет. Достаточно оставаться верным тем обещаниям, которые он давал, когда заключал завет с Господом. А дальше Бог проведет обязательно, если ты будешь придерживаться тех обетований, которые давал в день заключения завета с Ним. Мы продолжаем говорить о наших взаимоотношениях с Богом в сложных обстоятельствах. И хочу вспомнить еще одну историю, которая имела место в истории народа израильского. Это записана она в первой книге Паралипоменон, 21 глава, с 1 по 14 стихи. Ну, отрывок достаточно большой. Я предлагаю, давайте, чтобы мы вспомнили, о чем здесь идет речь. Ну, мы видим, что под действием божьего противника или сатаны Давид решил пересчитать свое войско. В общем-то, он уже находился в том положении, когда он чувствовал силу, мощь, решил еще раз убедиться, какая за ним силища стоит и произвести этот пересчет. Несмотря на то, что его военачальник не хотел этого делать, он видел, он понимал, что это неправильно, потому что все эти победы, которые одерживал Израиль, это были победы от Господа. Давид настоял, военачальник пошел пересчитал и Тона даже текст говорит, но все-таки вот в некоторых он коленах не посчитал, потому что он протился, ему это не нравилось. И после этого пересчета Господь обращается и говорит, значит, вот выбирай, какое наказание тебе будет. Слушайте, ну, у меня как бы есть такой простой вопрос. В чем проблема? У нас сегодня, скажем так, все мужчины вот этого возраста призывного, они все стоят на учете, правда? И каждое государство знает, на что оно может рассчитывать. Если кто-то выехал за границу, то это тоже идет учет в базе данных, что вот этот человек выехал. Ну, то есть, я не вижу, чтобы в этом была какая-то проблема, чтобы там Бог наказывал стран за то, что они ведут такой учет. Почему здесь это такая сложная проблема? Ну, Бог сегодня за это не наказывает, мы знаем точно. Проблема тогда была, что это было теократическое государство, которое управлялось напрямую Богом. И вы знаете, что для Бога количество не проблема, потому что он побеждал армии 300 человек, всего брал и то еще смотрел, каких. Поэтому здесь было дано прямое указание, что они не имели права пересчитывать, чтобы не полагаться на свои силы. Потому что зачем Давиду надо было знать? Он, наверное, планировал какую-то военную операцию, ему надо было знать, и, возможно, он даже, может, не посоветовался с Богом. Поэтому здесь был прямой вызов против Бога, против правления Отца Небесного израильским народом. Хорошо, но я тогда задам еще один вопрос. Означает ли это, что человек вообще не может полагаться на себя? Да, вот тоже вот проходя этот урок, и действительно, а где баланс, где человек здраво анализирует свои ресурсы и на то, что он может располагаться, или что у него есть с верой в Бога? Вот, скажем, если в контексте Давида взять, где, что ему игнорировать, что ли, его войско, вообще не смотреть в ту сторону, где вот эта вот грань, на которую, как бы, тоже мне интересный вопрос. Я вот этот вопрос и сам. Ну, грань находится в Слове Божьем. Если Господь запретил напрямую, значит, мы не имеем права это делать. Но если мы говорим по поводу этой конкретной истории, я согласен. Но если говорим мы сегодня о нашей с вами жизни, да, то, и я даже не говорю об учете, о котором вспоминал вот в этом блоке. Я просто говорю, ведь эта история учит нас, чтобы мы полагались на Бога, да, и тексты есть, что не полагайся на разум свой, полагайся на Господа. Проклят тот, который делает опоры своей другого человека, да, или плотчего, то есть все эти тексты говорят, что мы должны полагаться не на себя, не на других людей, а должны полагаться на Бога. Но в то же время каждый из нас, я думаю, по-простому, мы вот весь этот квартал говорим о финансах, да, каждый из нас делает бюджет семейный, правда, он пересчитывает, а ну, что у меня есть, какие возможности, на что я могу полагаться, на что я не могу полагаться, и когда у нас есть какая-то проблема, финансовая даже, да, мы не только молимся о том, чтобы Бог ее решил, но мы думаем, а как, мы можем решить эту проблему, а где сэкономить, может где-то одолжить, или еще что-то сделать, если есть какие-то возможности, ну, то есть, должен ли человек делать какие-то шаги со своей стороны, или вот полагаться на Бога, это означает, все, Господи, ну, все, я ложусь спать, а ты решай. Ну, конечно же, должен, это как бы вполне разумно и рационально, поэтому нас учит священное писание, мы же смотрим на другие истории жизни Давида, вот, других библейских героев, если бы Давид пришел и спросил у Бога, как он делал до этого множества раз, Господи, можно мне переписывать, нужно переписывать, Господь сказал, нет, нельзя, и он бы не переписывал, так же и мы, мы, прежде чем предпринять какое-то действие, составляем какие-то планы, мы молимся, говорим, Господь, если угодно, одобряй, неугодно, расстрой, и действуем на основании тех данных, той истины, которая у нас открыта, и если Богу необходимо вмешаться, он прямо вмешается и скажет, этого не делай, сюда не ходи, то не нужно, и все. Хорошо, ну а какими другими путями Бог может еще вмешиваться, кроме того, что может быть там прямое откровение? Честно, я вам скажу, что можно. Ром, можно слово, принципы, в общем-то, ну, Саша, науки, которые есть. Ну, если ты начинаешь, ты планируешь какой-то бизнес построить, да? Ну, нет у Библии рекомендаций, ну, как это? У Библии есть рекомендации никакого характера, быть честными, быть верными и так далее. Молиться есть такая рекомендация? Молиться есть, но и... Спрашивать у Бога совета. Молиться, доверять и идти. Даже притча Христос говорит, кто, прежде чем начнет стоить, дом не сядет, все не рассчитает, не приготовит, не подумает. Так же и ты. Приготовил, все подумал, помолился, начинаешь готовить, и Господь поспешенствует. Или ты видишь препятствия, которые ты обходишь, или же они тебе поворачивают совершенно в другую сторону. То есть для тебя признаком являются какие-то препятствия. Это как какой-то знак Божьего руководства, да? Если есть препятствия, ты просто останавливаешься и думаешь, куда делать следующий шаг. Если сюда Бог не пускает. Но не сразу. Вот смотрите, вот это все-таки мы ходим вокруг да около. Можно обобщить все это этим, что если у человека над этим есть контроль, какой-то, резонный контроль, то мы обязаны, это наша, как говорится, ответственность. Да, я просто перевожу слово duty. Да, ответственность, даже долг, чтобы воспользоваться этими ресурсами. А вот вопрос, или вот Александр говорит, что если препятствие какое-то есть, например, я смотрю на препятствие, как на препятствие, которое нужно преодолеть. Другой посмотрит на закрытую дверь, как на закрытую дверь. Нужно же ручку попробовать. Как бы вот к чему мой прошлый вопрос и шел, потому что куда, как дальше мы зайдем. Потому что есть такие, сколько мне уже в эту дверь биться, если Бог ее закрыл, откуда знать, она закрыта или Бог предназначил, чтобы ты ее пытался открыть. Ну и как вы для себя находите ответы? Мне кажется, со временем мы начинаем понимать наш исторический подход к жизни. Например, если человек знает, что он не тот человек, который будет стучаться в дверь, то должен понимать, что Бог таким разговором будет говорить. Если он закрыл для тебя дверь, то ты, если по своей привычке исторически не бился в эту дверь, не лезь туда. А если ты такой, ну, волевой человек, что хочешь, и понимаешь, что обычно, где ты сдаешься, понимая это как руку Божию, я смотрю на свою жизнь, например, и я вот просматривал назад, смотрел, проанализировал этот вопрос и вижу, как Бог интересно проводит, и это неосознанно происходит. Ты как будто сдался, потом смотришь назад, и хорошо вышло, как бы благодаришь Бога, потому что сам бы этого ты не спланировал. Так что здесь вот, хоть и насколько это и не звучало, как бы обобщенно доверять Слову Божию молиться, как бы, ну, на самом деле, доверять и Слову Божию, ну, доверяться водительству Господню через Духа Святого, он откроет. Но, если есть контроль, нужно действовать. Любой бизнес, любые вещи, которые мы хотим делать, очень часто они описываются в Библии в каком плане? В общем плане. То есть существуют определенные принципы. Допустим, если я хочу открывать бизнес, этот бизнес вообще будет совместим с моими христианскими взглядами, допустим, с моими адвентистскими принципами. Да или нет? Это первый вопрос. Следующий вопрос. Насколько этот бизнес, ну, заберет мое время настолько, что я смогу ли я что-то еще для церкви делать, для Бога делать? То есть вот такие целый ряд вопросов, они помогают скорректировать. И потом все то, что братья сказали, я согласен полностью с тем, что у меня такой принцип, что не проламывать закрытую дверь, но за ручку всегда нужно попробовать, или она открывается. Все равно сложно дать совет вот в этом ракурсе на каждую отдельную ситуацию, каждый отдельный вопрос. Потому что кто-то задается вопросом сейчас, а идти ли ему на служение или нет, на пасторское служение или нет, или ехать ли ему в Африку миссионером или нет, или жениться на этом парне, на этой девушке, или выходить замуж за этого парня или нет. И каждый ищет для себя, скажем так, ответа для всех этих людей это трудные жизненные обстоятельства. Это сложный момент выбора. И тут нужно принять решение. И, как вы сказали, надо попробовать за ручку, да? Как минимум. Попробовать за ручку, даже если есть какие-то сложности. Хорошо. Ну, я, наверное, могу только лишь сказать, что этот отрывок, который мы прочитали, говорит нам, как Вася сказал, не стоит нарушать ясно, открытые или понятные принципы библейские. И, с другой стороны, все, что ты можешь со своим, все, что ты можешь спланировать, то есть предусмотреть, с кем-то посоветоваться, у кого есть опыт, советуйся. Но, в конце концов, если ты видишь, что есть препятствия, и они, ну, достаточно сложные, ты пробуешь их решить, а они не решаются, лучше остановиться и попробовать искать какие-то другие пути. Да, когда-то в Библии написано, на одном уважаемом собрании сказали, ну, если нет, это не от Бога, то оно само развалится. Читая книгу Откровений, мы находим, что в последнее время жизнь верующих будет достаточно сложной. Будут издаваться законы, которые будут преследовать тех, кто хочет остаться верным Богу и исповедовать Его заповеди, Его принципы. И вот тут у меня возникает вопрос. Если мир должен быть настроен по отношению к верующим враждебно, об этом Иисус сказал, когда был на земле, меня гнали, говорит, и вас будут преследовать. А мы сейчас живем в обстоятельствах, где, ну, никто нас не преследует. Или давайте, кто-то живет в обстоятельства, когда его не преследуют и не гонят. Как он должен это расценивать? Это означает, что сатана дал ему чуть отдохнуть? Или, может, есть какие-то другие причины, почему сегодня нету в жизни кого-то каких-то трудностей и переживаний? Ну, я сейчас еще не встречал такого человека, чтобы у меня было трудностей и переживаний. Может быть, в плане религиозной свободы, да, сейчас чуть-чуть полегче. Вот. Но, в общем-то, обычные трудности, которые встречаются на нашем пути, они есть и здесь. Есть и проблемы на работе, взаимоотношениях, есть сложности, значит, в жизни, в обычной, в выборах и так далее и тому подобное. То есть, мы все равно должны крепко держаться за руку Божью и руководствоваться Его словом и идти вперед. В религиозной свободе, да, это большое благословение жить в этой стране. Но, с другой стороны, это благословение и ответственность, потому что мы должны помнить о тех, кто живет сейчас в сложных условиях, кого гонят, кто нуждается, может быть, в Слове Божьем, в ободрении, в укреплении. Христос всегда говорил в священном Писании. Молите за тех, кто в темнице, мы всегда молимся за тех, кто в армии, за тех, над кем суд совершается. Вот это наше служение. Я всегда говорил иммигрантам, которые сюда приезжают, что вообще-то количество проблем приблизительно одинаковое. Вы просто меняете одни проблемы на другие. Поэтому подумать, что здесь проблем нет, это огромная ошибка. Просто здесь другого характера проблемы и они могут быть даже более утонченные. Допустим, в благополучии человек намного быстрее может забыть Бога, скажем так, и другие моменты. Поэтому мы должны быть на чеку даже в это благоприятное в отношении религиозной свободы быть на чеку, потому что мы можем потерять веру в это время. Я не знаю, если вопрос в этот шел, в этот ракурс. Есть такая экстремальная группа здесь, категория людей на Штатах называют их Doomsday Preppers. Это люди, которые запасаются, они копают бункеры, они запасаются продовольствием на 20, на 30, 40 лет вперед. Очень интересная группа людей, там есть целая индустрия направлена на таких людей. И вот возникает вопрос, да, мы знаем, что будут гонения, мы знаем, что будет тяжело, мы знаем, что мы не сможем покупать и продавать. Возникает вопрос, может, нам тоже нужно с теми людьми. И тот же самый вопрос, где это резонное, потому что если мы, говорится, ударимся в эту сторону и забудем наше служение, и это, будем поклоняться будущему, а потом насобирал все это, а потом куда это девать, если там что-то не пришло, какая-то беда, то и живешь там в своем, этот, миру. И с другой стороны, резонно предполагать, что будет, не в том смысле, что заготавливать какую-то еду, а именно, как здесь у нас в урочнике было, что типа вагоны не посылаются на небеса, что доверять Богу, но приоритетом поставить служение наше Господне здесь на земле. Другими словами, опять-таки, хочу подвести небольшой итог. Получается так, не только явные религиозные гонения являются определением нашей праведности, нашей верности Богу и вот тем инструментом, с помощью которого шлифуется наш характер. даже если нету открытых религиозных гонений, то в обычной жизни, на работе, в кругу друзей, дома, вот, это тоже есть период формирования, период испытания, период становления нас, как вот по-настоящему, настоящих христиан. Да? Правильно понятно? Хорошо. Есть еще один вопрос вот в этом блоке. Я хочу, чтобы мы прочитали 2 Петра, 3 главу, с 3 по 12 стихи. Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Думающие так не знают, что в начале Словом Божьем небеса и земли составлены из воды и водой, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водой, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огнем на день суда и погибли нечестивых человеков. Одно, то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают умедлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшие, разрушатся. Земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то каким должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которую воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Читая этот отрывок, мы видим, что Петр призывает к чему-то избранных или верующих и аргументирует это тем, что все равно все, что есть на этой земле, оно будет уничтожено. И он говорил тем, кто ожидает второго пришествия Иисуса Христа. Мы с вами. Те, кто исследует пророчества, понимают, что теперь мы намного ближе к тому моменту, когда Христос вернется на нашу землю. И вот, зная эти пророчества, читая этот отрывок, как человек должен вообще относиться вот к накоплению, к построению каких-то бизнесов, которые должны работать через поколения. Вот в ракурсе всего этого есть в этом смысл? Мне нравится, как Елена Уайт говорила, что мы должны планировать, как будто мы будем жить еще долго, но быть готовыми встретить Христа сегодня. И смотря на героя веры, даже возьмите Авраама, он был странником и пришельцем. Он работал, он вел бизнес, он имел свои дела, но никогда не забывал Бога и жертвы, и все остальное. То есть, мы должны жить на этой земле, но всегда мы должны помнить, куда мы идем, потому что мы странники и пришельцы на этой земле. Но это не означает, что мы должны стать отшельниками, потому что в свое время, к сожалению, Первая Христианская Церковь очень сильно ударилась в отшельничество, многие ударились в отшельничество именно по этой причине. Но Господь призывает, что мы должны жить в мире все, но не быть от мира сего. В прошлом в разных церквах, когда мы посещали, особенно баптистские отделенные церкви, то там считалось грехом, если ты человек состоятельный. И прославлялась культура бедности своего рода. И если так происходит, например, на обществе, то общество своего рода социальными программами имеет определенный груз. Но мы призваны, мне кажется, смотреть наперед в контексте призвания нашего. Потому что если человек постоянно хочет заработать денег, то ему никогда не хватит. И для будущего никогда не хватит, и ему детей всегда будет. Всего будет мало. Но если мы ориентируемся правильной целью, что Христос придет, мне кажется, оно уравновешивает наше призвание. Не то, что мы не думаем о будущем, а что на самом деле нужно будет. Мне кажется, для меня вот это вот мирило, наша цель. Для чего все это? Оно стабилизирует все. И поэтому, когда Христос говорит, ищите прежде Царства Небесного, все остальное, оно вокруг этого уложится. Да, мне очень нравится эта мысль, что должны быть правильно расставлены приоритеты. И Христос сказал о Церкви, что мы соль и мы город, который стоит на вершине. Пока мы находимся в этом мире своим бизнесом, своей жизнью, своим христианским взаимоотношениями с другими людьми, мы, по сути, продолжаем проповедовать в этом мире. Я за открытую позицию. Церковь должна быть максимально в этом мире представлять Христа. И это представление не в том, что мы будем только ходить по улицам и кричать, покаять, и скоро придет второе пришествие. Нет, это теми принципами, которыми мы исповедуем и воплощаем в жизни. И люди сами спрашивают, а почему вы так? А кто вы? А что это за церковь такая? Понимаете, вот для этого мы здесь и есть. Поэтому никоим образом, никакого воршальничества. Другими словами, мы можем так сказать. Сегодня сложно дать каждому человеку ответ, а стоит ли ему строить бизнес или нет. Строить или развивать какое-то дело, которое хотел бы или нет. Потому что есть какие-то сложности в том, каково его предназначение. И мы этого увидеть не можем. Да? То есть должен человек решать этот вопрос с Богом лично. Но принцип, который мы должны сказать, наверное, и всем, кто нас смотрит, вот как Илья сказал и как Вася тоже сказал, если мы выстраиваем правильное отношение с Богом, то мы поймем. Вот даже если мы что-то скопили, да, то стоит ли это передать тот бизнес, да, каким-то следующим поколениям или же продать и пожертвовать эти деньги на проповедь Евангелия или на еще что-то, потому что время последнее. Каждый для себя поймет, как ему поступать вот в той или иной ситуации. Продолжая наше исследование, хочу обратить ваше внимание еще на надеянный отрывок из Священного Писания. Очень, мне кажется, глубокий стих. Слова Христа, это Евангелие от Матфея, 6 глава, 24 стих. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и Мамоне. Сразу хочу сказать, что Мамона это богатство. Ну, то есть, чтобы понятно было, о чем идет речь. Но в чем суть этого стиха? Как это? Не можете служить Богу и деньгам, да? Я прошу прощения, но я проведу простую аналогию. Мы, для того, чтобы заработать деньги, тратим каждый день как минимум 8 часов, если не считать дорогу туда-обратно на работу, каждый день 8 часов. Сомневаюсь, что кто-то каждый день читает Библию 8 часов. Ну, а кроме того, что надо потратить на саму работу, ты еще дома, по хозяйству что-то делаешь, ну, то есть, это тоже забирают у тебя отрезок времени, плюс 8 часов ты спишь. То есть, даже просто не остается еще хотя бы 8 часов, чтобы ты там читал, миссионерил, там еще чем-то занимался другим каждый день. То есть, как тут не сказать, что мы не тратим больше времени на зарабатывание денег, чем на вот служение, условно говоря, да? Тогда как соответствовать этому тексту? Пожалуйста. Ну, мне кажется, что в этом вопросе заложено вот эта вот идея о дуализме человека, о разделении на святое и грешное. Или, скажем, то, что для Бога и то, что не для Бога. Послушайте, но в Священном Писании даже вот из жизни Иисуса Христа в тех притчах, в которых он рассказывает, мы видим, что Христос совершенно не исповедует этот взгляд. Он говорит, что жизнь человека, который следует за Христом, она целостная. Все, что он делает, он делает вместе с Богом. А человек, который живет ради мамоны, вы помните, он рассказывает притчу о богаче, который собрал огромный урожай и лежал на ложе своем духе. Я построил, говорит, еще одну там житницу и в ту же ночь он говорит, не знаешь, что Господь пришел и забрал свою жизнь. То есть, что на первом месте? А так, друзья мои, да, конечно, мы не считаем Библию 8 часов, но извините меня. Мы трудимся, мы зарабатываем средства себе. И если мы этот труд осуществляем с молитвой, с размышлением о Боге, делаем этот труд как для Бога, как Священное Писание, говорит, это и есть наша жизнь с Богом. Это тоже служение. Это служение. Но, другими словами, это не количественный подход, а более уже тематический подход. Так что, если даже, скажем, взять простой расклад дня, скажем, 8 часов человек работает, один работает, для него это мамона, а другого это служение. То же самое работает, тот же самый доход. Мне кажется, вот внутреннее постановление целей. Лично я в своей практике очень часто вижу людей, говорят, я хочу заработать свой первый миллион, ставить свои цели. Я говорю, поздравляю, у тебя твоя цель. У меня, например, Бог даст, как бы Бог даст, но у меня другая цель, вопрос служения или вопрос денег, они как будто как магниты, которые не сходятся. И мне кажется, даже в сознании, когда человек служит, заработает денег, он просто не способен даже Библию читать. Так что, тому человеку, вот даже если 8 часов отработал, эти другие 8, ну, другие 8, кроме сна, я не знаю, что он где делать, потому что он читать Библию не будет. Принцип, который христианин следует, и дальше в Евангелии четко и ясно описывается, что наше стремление в жизни, оно должно быть разделено. Конечно, мы должны трудиться. Бог сам заповедовал, 6 дней трудись, 1 день отдыхай. Это нормально, когда человек работает, зарабатывает, трудится, отдает свое время Богу, все, что нужно. Но здесь, какое самое предназначение? Ищите прежде царство. А все остальное, она как пирамидка, она раскладывается просто. Но когда ты вверх всего ставишь богатство или мамону, то, конечно же, оно все переворачивается. И все приоритеты, они становятся совсем другие. И, к сожалению, даже вот на этой неделе я имел такое соприкосновение по бизнесу с одним очень богатым человеком. И я такое понял, потому что мне сказали, что, ну, ты понимаешь, почему он богатый, потому что он за каждую копейку. И мы написали ему инвойс, который ты должен заплатить и заработать. Он, конечно, там повычеркивал половину, сказал, что нет, я за это не заплачу. Ну, конечно, я спорить не буду, это его дело. Но я заметил, как человек, который, потому что мне сказали, что он такой именно, что вот он на этом и сделал деньги, что он за каждую копейку вот выдирает, забирает. Вот это, вот это мамона, принцип жизни у человека. Хотя он очень супер богатый человек. Вот интересно открывать дух пророчества, даже свидетельство церкви. То как будто бы человек, который погружается вот органично вот в изучение священного писания, будущность расширяется, а настоящая жизнь как будто сужается. Как будто перспектива, буквально вот меняется фокус вот на то, и ты смотришь на все это здесь, насколько все это мелко, насколько все это большая, как бы, ну, грубо сказать, игра, которая скоро закончится, а мы должны быть на правильной стороне. Вместо того, чтобы зацикливаться, можно посмотреть наперед. Он дает, как поступать именно вот в этих ситуациях. Как бы для меня всегда очень полезно, особенно, когда затягивают и суета, и бывают некоторые проекты, как бы, вот сфокусироваться именно вот на том, и потом вы помышляете о горне, помышляете о том, оно все устаканит со мной. Есть такой текст, христос однажды, когда взял динарий, и вот как вывод этой всей дискуссии, которую там он сказал, отдавайте Богу Божьи, а кесарю кесарева. То есть мы понимаем, что у нас есть какая-то ответственность по отношению к разным людям, да, есть ответственность по отношению к семье, есть ответственность по отношению к государству, есть ответственность по отношению к церкви, к служению, к Богу, да, и мы должны понимать, что мы должны быть верны в исполнении той ответственности, Которая на нас возложена В каждой из этих сфер Мы не можем не платить налоги Потому что мы скажем Мы все отдаем на пожертвования На миссионерскую работу Поэтому налоги не платим Ты в государство начинаешь меня преследовать Значит ты против Бога Потому что я отдал Богу эти средства Нет, потому что ты живешь в этом государстве Ты пользуешься какими-то благами Если у тебя горит дом Ты же хочешь, чтобы к тебе приехала пожарная Но ты не планируешь, что ты потом с ними рассчитаешься отдельно Правда? Потому что ты рассчитываешь, что государство о тебе позаботится То есть есть ответственность, которую ты должен нести перед государством То есть не надо впадать в какие-то крайности В контексте того, что если человек не платит Или не делает то, что от него требует общество Это форма воровства Когда человек не платит налоги Кто-то же за него заплатил Это нарушение заповеди Так что насколько нам они не нравятся Если позволительно закону списать что-то Да, но это форма воровства Когда тебя что-то ждут, а ты не отдал В этом блоке есть еще одно место из Священного Писания Которое я хотел бы с вами прочитать Это первое послание Иоанна Вторая глава с 15 по 17 стихи Не любите мира ни того, что в мире Кто любит мир, в том нет любви отчий Ибо все, что в мире, это похоть плоти Похоть очей и гордость житейская Не есть от Отца, но от мира сего И мир приходит, и похоть его И исполняющий волю Божью пребывает вовек Вот я хотел бы обратить внимание на три таких Я даже не знаю, как это сказать Наверное, пороки назову На три таких порок, о которых тут говорит апостол Павел Это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская Может ли это быть каким-то, я знаю, не мерилом А вот каким-то маяком, который показывает Или маркером, да? Который показывает, что если я делаю что-то из этих побуждений То это уже вот туда, к мамоне ближе Вы бы использовали эти вот пороки как маркеры? Да, если их увидеть, в этом и сложность Вот как увидеть похоть плоти? Как увидеть похоть очей? Человек же погружен в этом всем Как бы потом очень важно оставаться нам в правильном якоре Чтобы именно вот это вот осуждение Или укор Духа Святого всегда был слышен Чтобы не, как говорится, не заплыли от жира глаза наши Чтобы буквально мы жили Так что да, это хорошая мерка, если ты ее видишь Да, мне кажется, когда мы смотрим на заповеди Божьи И размышляем над законом Давид об этом много пишет в Салмах О законе о том размышляют день и ночь Если у нас гордость житейская Мы себя ставим на первое место Есть первая заповедь, да? Есть заповедь, которую не пожелай То есть посмотри, вот что С каким ты взглядом на мир Что тебя радует, что у соседа что-то появилось Или огорчает Ты завидуешь или не завидуешь И вот когда размышляешь над Божьими заповедями Бог подсказывает, как Илья тебе Говорит, Дух Святой стучится и говорит тебе Не туда, дружище, ты идешь Интересно, что на этом всем строится вообще понимание того Что человек в мире живет Если ты живешь в Господе или в мире Здесь четко все, что в мире Это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская Интересно, что Иоанн жил в обществе римском И там мы знаем, как римское общество Оно, скажем так, далеко было от Бога Но их понимание Похоть плоти, похоть очей Скачки, убийства и гордость житейская То есть статус определенный Это вообще очень отдельная тема Довольно-таки глубокая Если каждый из наших зрителей углубился бы глубже Он бы понял, что вокруг всего это все крутится В принципе, вот все понимание моего отхода от Бога Это все вокруг этого Другими словами, стоит задать себе вопрос Ну или время от времени анализировать свою жизнь Задавая вопрос А для чего я это делаю? Почему я по-настоящему? Потому что обмануть можно кого угодно Но не самого себя Задать себе вопрос откровенный Что мною движет? Почему я хочу достичь какого-то статуса? Купить какую-то вещь? Заработать какую-то сумму денег? Для чего? Что мною на самом деле движет? И если мы увидим в себе вот где-то проявление вот этих качеств Или эти причины То это уже очень сильный повод для того Чтобы остановиться и попросить у Бога руководства Как двигаться дальше в жизни Мы уже говорили сегодня чуть-чуть о будущем И о тех событиях, которые ожидают нас Но я бы хотел, чтобы уделили этому вопросу еще несколько минут И давайте прочитаем отрывок из книги Откровения 13 главы с 11 по 17 стихи И увидел я другого зверя Выходящего из земли Он имел два рога Подобное Агничим И говорил как дракон Он действует перед ним со всей властью первого зверя И заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю У которого смертельная рана истолела И творит великие знамения Так что и огонь производит с неба на землю перед людьми И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем Он обольщает живущих на земле Говоря живущим на земле Чтобы они сделали образ зверя Который имеет рану от меча и жив И дано ему было вложить дух в образ зверя Чтобы образ зверя и говорил и действовал так Чтобы убиваем был всякий Кто не будет поклоняться образу зверя И он сделает то, что всем Малым и великим, богатым и нищим Свободным рабам Положено будет начертание на правую руку или на чело их И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать Кроме того, кто имеет это начертание Или имя зверя, или число имени его Не буду просить вас комментировать весь этот отрывок У нас уже были, скажем таки, библейские исследования Где мы касались книги откровения, числа зверя и так далее Но меня интересует вот в этом всем отрывке 17 стих И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать Кроме того, кто имеет это начертание Или имя зверя, или число имени его То есть оказывается, что последние гонения или переследования Они будут каким-то образом связаны с финансовым положением верующих людей И у меня вопрос возникает Слушайте, это означает, что мы все можем потерять В какой-то момент все потерять, что у нас есть Но это просто могут забрать Пожалуйста И что? Но мы в любом случае это потеряем Понимаешь, священное писание говорит, что никто с собой С земли туда ничего не возьмет То есть независимо от того, доживую до этих событий Придет время, когда я умру, и я потеряю Меня это не страшит, друзья Потому что когда мы читаем книгу откровения Она о другом Там главный действующий герой Христос и его церковь невеста И в каждой главе этой книги мы читаем, что Христос Какие бы сложности с этой церковью невесты не происходили Он всегда рядом, чтобы помочь и поддержать И если наконец-таки наступят эти события Которых уже почти мы 200 лет, как проповедуем и ждем Слушайте, друзья мои, да мы с радостью отдадим все, что им нужно И пойдем, потому что будем знать, что вот оно уже совсем близенькое Это время и Господь скоро придет Мы начали наш урок с чего? С обетов, да? Бог верен своим обетам Бог верен своему союзу с верующими людьми Своей церковью И Бог обещал, что Он не оставит никогда ее То есть мы имеем уверенность, что даже мы не сможем ни купить, ни продать Но у нас будет хлеб и будет вода И Господь говорит, я вас проведу до самого конца Бог верен всегда своим обещаниям Поэтому самое главное будет заключаться в том Насколько я верен Богу до конца Показав тем, что для меня это не проблема будет Господь всегда сделает со своей стороны все максимально Чтобы сохранить нас, дать возможность нам Но и как Саша сказал, самое главное здесь, что мы знаем Что после этих событий мы очень скоро увидим нашего Господа Слушайте, но эта вера, она не появится в какой-то момент Вот пришли трудности и переживания И тут вера, бух, взорвалась И вот мы такие вот стойкие, твердые, готовы все отдать Что может нам сегодня помочь формировать в себе вот эти качества Стойкости, верности, независимости от материального благополучия Чтобы если мы доживем до этого момента И это будут наши дни, вот то, о чем мы сейчас прочитали То мы все же смогли поставить Бога во главе И сказать, что даже если у нас не будет айфонов Даже если у нас не будет машин, теплых, уютных домов И надо будет куда-то убегать, прятаться Мы готовы Что поможет, что делать, чтобы развивать себе вот такой взгляд и эти качества Как-то некоторое время назад мы были в гостях И одна сестра рассказывала свой опыт, как она переживала войну в Абхазии Вот у нее был там хороший дом, был статус, все остальное И она это все оставила и уехала И вот она говорила, она такую фразу сказала Я запомнил ее, часто мы женой о ней вспоминаем Она говорит, нам нужно на этой земле научиться оставлять И вот церковь, служение Я бы сказал, христианский образ жизни Он каждый день нас учит что-то оставлять Учит отдать от себя тому, кто нуждается И если мы практикуем это каждый день, как ты, Рома сказал То это для нас будет естественно Ну и во-вторых, мы еще не забыли о том, как мы жили Мы же жили и знаем, что такое, когда ты живешь и у тебя не хватает зарплаты Когда нет еды Но если ты доверяешь Богу, ты следуешь за Ним Это тебя не страшит, потому что мы от этого не зависим Мы доверяем нашему Богу Вася сказал, что никогда не будет правильник нуждаться Что хлеб и вода всегда будут на столе А что нам надо больше? Да нет, нам будет достаточно этого Да, как говорят, птичьи права Получается, мы странники пришельцы Мне кажется, почему израильтяне Ну это же по факту, почему они жили в шатрах Чтобы понимали, что это не навсегда Так что, конечно, тяжело, особенно в нашей стране Как бы здесь жить, потому что здесь все на потребителя назначено Здесь все на дно Много планов, много продуктов, много чего Ну и не продуктов, а именно вот вещей настроенных на человек Долго жить, ну чтобы человек долго жил, привык и все такое Так что это сложно на самом деле Вот я соглашаюсь, как бы это мелочи, самые-самые мелочи Но мне кажется, их нужно тоже видеть А если их ты не видишь, как ты будешь учиться Так что, вот просьба, открытое сердце Господь Будут гонения Я здесь сейчас, там будут гонения Сделать так, чтобы я был готов к ним И чтобы я это увидел Мне кажется, вот эта вот открытая молитва Вот для многих будет, ну многое принесет Потому что я вот даже вот недавно вот думал А буду Илья готов? Хорошо, если я буду готов А моя семья будет готова? А мои дети? Как бы готовы ли мы все ставить? Привыкли мы? Оторвались ли мы? Или настолько мы привязались к тому, что нам Бог дал Что мы можем не оставить? Я не знаю, сейчас легко сказать Да, я ставлю Оставишь ли? Как бы, так что вот эта вот искренняя молитва Вот найди, где я И поставь, где нужно Да, мне кажется, что когда Сегодня мы говорили о сложных периодах нашей жизни Когда вот в сложных периодах теперешней жизни Мы учимся доверять Богу Решать с Ними эти вопросы Полагаться на Него То и когда придут вот те последние события Я думаю, что тогда мы сможем тоже остаться верными Шаг за шагом Бог сегодня формирует наш характер в этом вопросе Спасибо, братья, большое за ваши мысли За ваши ответы Я думаю, что это все очень тесно связано с нашей сегодняшней жизнью Дорогие друзья, я хочу подвести небольшой итог Трудности и переживания Они никогда не оставят нас, пока мы живем на этой грешной земле Но Христос нам и не обещал этого Единственное, что обещал Обещал пройти вместе с нами этот путь Никогда не оставлю вас и не забуду Говорит Священное Писание Поэтому, как бы ни было сложно в нашей с вами жизни Давайте будем поступать таким же образом Никогда не оставлять и не забывать Бога и Его принципы Давайте мы обратимся к Нему в молитве в заключение Дорогой Господь, творец неба и земли Мы благодарим Тебя за то, что сегодня у нас была вновь возможность Поразмышлять над Словом Твоим Нам всем хотелось бы, чтобы мир, благополучие, согласие царили везде В наших семьях, в руку наших друзей В стране, в которой мы живем В мире Но мы понимаем, что в этом мире пока что еще господствует Сатана Поэтому бед, горя, несчастья, страданий, потерь будет еще очень много Просим только об одном Чтобы во всех этих сложных обстоятельствах Ты нас хранил Чтобы наша вера не оскудела Чтобы мы были верны Тебе Чтобы никогда не поменяли благополучие нашей жизни На верность тем принципам, которые находим в Священном Писании Храни нас Храни наших детей И все поколения, сколько Ты еще позволишь на этой земле Чтобы были те люди, которые будут светом в этом мире И солью для Него Мы молим и просим все это во имя Иисуса Христа И благодарим Тебе, Боже, за услышанную молитву Аминь Редактор субтитров А.Семкин